Привет, вы на канале ProCuber, и в этом видео я хочу рассказать про последние новости в мире спидкубинга и головоломок. Первая новость о том, что Юон Джун представили новый мегаминк с Юху В2М, и судя по всему он крутится довольно бодро и хорошо. Кореянка, которая уже смогла заценить эту мегу, вроде бы довольна и хорошо отзывается, и при этом показывает достойные результаты на этой меге, что-то около 40 секунд у нее получилось. Эта мега внешне напоминает MGC, но ее отличительной особенностью является вдавленность в форме круга, чтобы было удобнее крутить и держать грани. Я думаю, что эта мега может стать неплохой альтернативой на фоне более дорогих конкурентов, а возможно и встать с ними в один ряд по соотношению цены и качества. Но все-таки этот круг меня немного смущает, и есть ощущение, что края там острые, и будут постоянно впиваться в пальцы и доставлять дискомфорт. Выкладывая новости о выходящих головоломках в свой новостной инстаграм, я получаю очень часто вопросы, где можно купить ту или иную новинку или когда она появится в продаже. Я не устану повторять. Быстрее всего новинки появляются у моих друзей из speedcubes.ru. Все потому, что они работают напрямую с производителями и иногда даже посещают фабрики по производству кубов. По этой же причине у них на сайте самые низкие цены на популярные головоломки. Если не веришь, зайди и проверь лично. Найдешь дешевле, ребята сделают скидку. А если хочешь немного сэкономить при покупке, то используй мой промокод на хорошую скидку 10%. Доставка у них есть не только по всей стране, но и даже по всему миру. Ссылку на ребят и промокод я оставлю в описании. Следующая новость про новый умный кубик Рубика от Ган. Я один раз уже про него рассказывал, тогда информация была на уровне слухов, а сейчас она подтвердилась на официальном уровне, что является прямым доказательством того, что мои новости самые крутые, самые быстрые и самые интересные, и при этом их больше нет вообще нигде. После того, как я выложу у себя, конечно, оно потом разлетается по интернету, и всякие недопаблики и недоновостники с ютуба используют мои материалы и даже на меня не ссылаются. Можете, кстати, попробовать предположить в комментах, что за ютуб канал так делает. Вернемся к Гану. Единственная функция, которой кубик лишился, это отслеживание положения кубика в трехмерном пространстве. А так, в целом, функциональность кубика, насколько я смог разобраться, больше не урезана. То есть остались онлайн баттлы, глобальная статистика и вот эта вся ерунда с рейтингами и так далее. Я в строении кубика не заглядывал, но предположу, что убрали датчики, которые отвечали за отслеживание состояния кубика в трехмерном пространстве. И за счет этого кубик стал дешевле примерно в полтора-два раза. Просто другой причиной снижения цены на кубик я найти не могу. В России примерная цена, по моим оценкам, будет составлять где-то 60-70 долларов. 3,5-4 тысячи рублей на русские деньги, что все равно довольно дорого даже для умного куба, по моему мнению. Кстати, получается, Ган прокинули своих фанатов через Кукан уже как минимум второй раз. Сначала выпустили дорогущего робота, который собирает куб за 15 секунд, а потом через короткий промежуток времени выпустили за ту же цену робота, который собирает кубик за 5 секунд. А теперь с умным кубом почти такая же история. Практически то же самое, но значительно дешевле. И еще, кстати, появилась информация про брелок Ган 330, но это пока на уровне слухов. Достоверность я гарантировать не могу. Но есть несколько аргументов в пользу того, что это может быть правда. Этот кубик очень похож на уже выходящие раньше лимитированные кубики от Ган на китайском рынке. Он тоже прозрачный, но из фиолетового пластика. По строению там визуально то же самое, ну или очень похоже. Я раньше уже находил лимитки Ган разных цветов, прозрачные, синие, белые, зеленые, желтые, разных цветов. Но их в продаже официально я никогда не видел. С этим кубом может быть такая же история. Кстати, он визуально похож на недавно выходящий Ган Айсблу, ну или как-то так. До недавнего времени было принято считать самым большим кубиком Рубика 17х17 от Юсин. Но теперь ребята из Шэн Шоу подсуетились и сделали свой кубик 17х17. Теперь это два самых больших кубика Рубика гиганта. Кстати, Шэн Шоу сделали любопытную фишку. Они уменьшили физический размер кубика, чтобы его можно было удобнее собирать и легче держать. Меньше куб, соответственно меньше вес и меньше размер. Очень для многих куберов размер 17-ки от Юсин был супер неудобным из-за своих габаритов. Если вы не помните, то 17х17 от Юсин был просто огромный. Давайте просто сравним параметры, чтобы все стало на свои места. Юсин имеет размер грани 176 мм. Шэн Шоу при этом имеет размер грани 123 мм, примерно в полтора раза меньше. Юсин весит 3 кг. Шэн Шоу весит всего 1 кг, в 3 раза меньше. Шэн Шоу проблему, конечно, не решили, но сгладили углы, так сказать, настолько, насколько это вообще возможно. Кстати, еще один любопытный факт, который случился с выходом 17х17 от Шэн Шоу. После анонса этого куба цена на Юсин 17х17 обвалилась до уровня кубика Шэн Шоу или даже ниже. Несколько месяцев назад одна колхозница, у которой полторы извилины вместо мозга, писала, что якобы у меня есть видео, в котором я говорю, что кубик 15х15 от Мую стоит 30 тысяч рублей, а цена на данный момент, вот прямо сейчас, составляет около 15 тысяч рублей. Так в этом-то и прикол, когда кубик на рынке без альтернатив у других брендов, цена на него ставится производителям сильно выше. А когда появляется конкурент, цена моментально падает. Так работает рынок. Когда вышло то видео, кубик 15х15 был единственным на рынке, но потом появился вроде бы кубик от Шэн Шоу 15х15, ну или какой-то другой, и цена обвалилась. Надо же было до такого додуматься и кинуть мне такую претензию, вот же дерево в голове. Если интересно, что за случай такой был с претензией, пишите в комменты, может сделаю видео, будем бороться с этими мракобесами вместе. Субтитры сделал DimaTorzok